На большинство наших съемок, как и сегодня, я наношу макияж самостоятельно, и для меня это некий ритуал и подготовка к рабочему процессу. И так как я не являюсь профессиональным визажистом, качественные проверенные бренды и продукты помогают мне делать это быстро и легко. Большинство своего бьюти-арсенала я всегда заказываю именно на Makeup.ua уже долгие годы регулярно. У них просто огромный выбор косметических средств и парфюмерии во всех ценовых сегментах. К тому же, постоянно присутствуют акции и скидки на многие позиции, и вся продукция оригинальная. Мой любимый тон, клиник и консилерт арт я приобретаю исключительно у них. А если мне нужен какой-то конкретный продукт на мероприятии или выход, то быстрая доставка по городу решает этот вопрос. Несколько последних финальных штрихов и, собственно, образ готов. В качестве предновогоднего сюрприза специальный промокод на скидку на сайте Makeup.ua. С наступающим Новым Годом! Всем привет! Я Рита Мурадова, и это мой канал на YouTube. Я безумно рада вас сегодня видеть. Я надеюсь, у вас уже начинается это самое новогоднее настроение. Всем, кто еще не получил такую индульгенцию, я ее даю начинать смотреть все новогодние фильмы. У меня уже сейчас начнется просмотр всех предновогодних мюзиклов, реальная любовь Love Actually с легким паром. В общем, у меня там целый список, которые я ежегодно повторяю. И нет, мне не надоедает. И вообще у нас, в принципе, зима только началась. Хотя, если честно, по ощущению, она вроде бы уже чуть раньше началась, уже серенько, в принципе, каждый день практически. Но снежочек не каждый день. С первыми днями зимы я вас поздравляю. И к этой тематике я приурочила сегодняшнее видео. Мы поговорим о том, какие формулы лука, самые практичные, проверенные и актуальные именно сейчас, знаете, в Zeitgeist, то есть в духе времени, у нас присутствуют на зиму 2021 и частично 2022 года. Так что, если эта тема вам интересна, естественно, продолжайте смотреть. Также хочу напомнить о том, что у нас продолжается возможность приобрести запись нашего даже не трех, а более часового вебинара «Трендбук-2022» и самого трендбука на 500 страниц о самых главных трендах 2022 года, о том, какие силуэты по каждой категории вещей будут актуальны, о 30 формулах лука на каждый из сезонов. Вот как мы сейчас с вами говорим про форму лука на зиму, вы получите форму лука абсолютно на каждый сезон, их будет 30 или более. И также мы с вами говорим о 15 мастхэвах в предстоящем году, вещах, которые действительно можно и нужно иметь в гардеробе, а также о вещах, которые потеряют свою топовую актуальность. Мы поговорим о фактурах, о цветах, сочетаниях цветов, поговорим о принтах, о сочетаниях материалов и актуальных материалов на каждый из сезонов, как их использовать в своем гардеробе. Безусловно, мы с вами обсудим бренды-трендсеттеры, за которыми стоит наблюдать и которыми можно вдохновляться, и людей-трендсеттеров, которые также будут задавать тон предстоящему году в плане моды. Мы поговорим о макро- и микро-трендах в моде, которые будут вертеть всеми в предстоящем году, которому все будут подчиняться. Этот вебинар Trendbook 2022, который пройдет 4 января, на конкретно него регистрация закрыта, но сейчас есть возможность по специальной цене до конца декабря приобрести запись самого вебинара, а также сам Trendbook 2022 на 500 страниц. И это тот документ, который по свидетельствам участников предыдущего года служит вам все 12 месяцев, а может быть и более. И он в первую очередь будет актуален практикующим начинающим стилистам, всем, без исключения людям, которые любят моду, работают в моде, которые интересуются тем, для кого мода является частью обычной жизни, тем, кто хочет составить грамотный, функциональный, но и актуальный гардероб в предстоящем году, а также очень важно тем, кто владеет брендами одежды, аксессуаров или околомодными брендами, или тем, кто собирается создавать подобные бренды, потому что этот вебинар особенно четко расставит приоритеты в том, на какие вещи, какие силы, какие позиции стоит сделать ставку, чтобы действительно не прогореть, а выйти в топе в 2022 году. Для приобретения вебинара Trendbook 2022 и самого Trendbook, это документ PDF на более чем 500 страниц, кликайте по ссылке под этим видео и до конца декабря у вас есть возможность приобрести его по специальной сладкой прекрасной цене. А мы с вами стартуем. И первая формула лука очень близка моему сердцу, потому что она предполагает многослойность, она очень универсальная, я ее очень люблю и сама ее ни разу использовала. В этой форме лука мы используем водолазку или просто водолазку с обрезанными рукавами, то есть водолазку без рукавка, но лучше водолазку, потому что так будет просто тепло. И в большинстве случаев, я знаю, что во-первых, во многих странах, во многих широтах уже достаточно холодно, чтобы уже начинать носить все эти достаточно теплые формулы лука, но я сделаю ставку на то, чтобы большинство вещей, которые мы приобретаем для холодной поры, мы выбирали из натуральных теплых действительно материалов. То есть если водолазка, то лучше, чтобы она была с примесью шерсти или кашемира, или в целом, если вы очень чувствительны к шерсти, с примесью тех материалов, которые вам комфортны, которые будут давать вам тепло. Конечно, кстати, под каждую из этих формул лука я для особенного утепления советую надевать вообще просто термобелье, причем бесстыдно под каждый из элементов, потому что это действительно дает возможность защитить тело от холода. Это термобелье облегающее, поэтому его незаметно. Один из брендов, который я, кстати, могу перегонировать, это Uniqlo, проведенный временем, у них есть и леггинсы, есть и безрукавки, и лонгсливы, как вам нравится, мужские, женские, очень-очень советую. Так вот, эта формула лука предполагает водолазку, поверх водолазки мы надеваем рубашку, мы ее можем заправить или выправить, и внизу мы надеваем либо брюки, либо джинсы, либо юбки, прямые любого абсолютно силуэта, обувь на низком ходу или каблук, и сверху удлиненное пальто, пуховик, шуба, все что угодно. Очень классно работает эта многослойность именно в той части, где ее видно как раз в горловине, потому что вы сначала видите слой водолазки, облегающий, соответственно, видны очертания вашего тела, не кажется, что вы какая-то огромная. Дальше у нас есть следующий слой, чуть более объемный, это слой рубашки, и потом еще есть слой пальто. Можно, кстати, чтобы еще утеплиться поверх водолазки и рубашки, надеть еще и жакет, а потом верхнюю надежду. И тогда вы на 100% получите классную красивую многослойность, получите градуальность силуэта, потому что у вас объем, объем, объем будет уходить и снижаться, соответственно, будут очень интересные перепады объема в вашем образе. И в итоге вы получите носибельный классный образ, который подойдет для всех случаев, в том числе и для рабочей обстановки. Следующая формула лунка, которая прекрасно работает для нашего холодного сезона, опять под нее спокойно можно надевать, кстати, не стесняемся. Покупаем колготки 100 ден, тепленькие, и надеваем под все брюки и джинсы. Под юбки надеваем колготки 100 ден, надеваем под штанники. Вообще все, что вы можете сделать, чтобы утеплиться, особенно если этой позиции незаметно, делаем вообще с чистой совестью, совершенно спокойно, потому что самое главное это здоровье. Причем колготки 100 ден, это плотные черные колготки, которые прекрасно смотрятся, а под брюками они просто будут как бы добавлять дополнительный слой теплоты. Значит, мы надеваем в нижней части либо юбку кожаную, либо надеваем кожаные брюки, это могут быть оверсайз кожаные брюки, юбка слегка оверсайз такая свободная или более облегающая, и посадка где-то на талии, и слегка укороченный свитер. Это единственная возможность вообще любую укороченную вещь надеть, только если вы очень на талии посадите ту или иную позицию в нижней части вашего силуэта. К этому всему надеваем какую-то дубленку укороченную или укороченный пуховик, потому что в нижней части у нас все перекрыто, особенно если это брюки. И опять же, в данном случае очень интересные пропорции получаются, вы можете надеть каблук, слегка удлиненный носок, чтобы вытянуть нижнюю часть еще больше, потому что при посадке на талии вы в любом случае ноги вытягиваете. Если вы наденете каблук и острый носок, вы вытянете их вообще до небес. Для тех, кому пропорции фигуры позволяют вытягивать, у кого наоборот изначально более короткие по пропорциям ноги, а туловище более длинное, это как раз идеальная ситуация. Если у вас наоборот от природы более длинные ноги и очень короткое туловище, то я бы как раз эту формулу лука не использовала. Выбирала любую другую, в которой вы как раз наоборот верхнюю часть чуть удлиняете. Но вот эта формула лука прекрасно работает для прохладного сезона, она классно выглядит, доля сексуальности у нас есть, потому что здесь кожные изделия, но при этом она нейтрализируется такими матовыми интересными фактурами, как кашемир, шерсть и все, из чего вверху у нас свитер будет состоять. И в целом просто интересные пропорции. Я знаю, что зимой очень не хватает интересной работы с пропорциями, потому что главный фокус на утепление, поэтому с пропорциями как раз таким образом можно и поработать. Вы можете надеть более короткий верх, более длинный низ. И вот это деление, не ровная половинка на половинку, а хотя бы три четверти и одна черт, ведь уже смотрится очень интересно. Если вам так прохладно, допустим, вы чувствуете, что вам будет поддувать, просто под укороченный свитер надеваем удлиненную рубашку. И тогда у нас будет многослойность, это будет очень интересно смотреть. Если хочется еще сложнее, то под укороченный свитер и удлиненную рубашку мы надеваем водолазку. И тогда у нас будет слой водолазки, сверху рубашка свободная и сверху короченный свитер. Вам будет тепло, классно, интересно. Если хочется еще теплее, то сверху этого всего вы надеваете жакет оверсайз. И у вас получится четыре слоя одежды. Это будет выглядеть безумно красиво. Это будет пропорция силуэта, где верхняя часть туловища будет более длинной. Внизу будут кожаные брюки, которые будут собирать все. Это будет тепло, интересно. И опять же, игра с объемами в случае, когда вам будет и тепло, и комфортно, и образ будет смотреться достаточно завершенно, интересно и глубоко. Еще одна проверенная формула лука. Это мы берем классический брючный костюм, лучше в силуэте оверсайз. Для чего? Для того, чтобы надеть к нему свитер или джемпер. Желательно свитер, потому что там все-таки есть горловина, когда джемпер у нас ее нет. Соответственно, горло не защищено, и там нужно дополнительно думать, что делать, шарфы и так далее. Но это можно, естественно, сделать. Но я очень люблю именно свитер, потому что он супер завершенный, он очень самостоятельный. Вы надеваете свитер, вы надеваете оверсайз-жакет. И желательно, чтобы этот жакет был с шерстью в составе. Это могут быть в том числе брюки, это может быть и кашемир, чтобы очень-очень тепло. К этому всему вы свитер немножечко выправляете, немножко заправляете. Брюки желательно тоже оверсайз, грубые ботинки или каблуки. А поверх этого всего надеваем оверсайз дубленку, пуховик, пальто утепленное зимнее. Все, что вам нравится. И учитывая, что у нас так много достаточно мягких форм будет присутствовать, то я бы, например, какую-то кожаную структурированную сумку к этому всему подобрала. Еще одна формула лука, очень проверенная временем, классная в духе времени, опять же. Это облегающий топливового формата, это может быть облегающий кардиган, облегающая водолазка, облегающий джемпер. И юбка макси прямого силуэта. Да, она может быть с поясом или без, тут у нас может быть каблук легкий, аккуратный, либо массивная платформа, или просто низкий ход. И к этому всему я бы надевала макси пальто, чтобы вот добавить этого, этой драмы в силуэт, потому что весь и вообще любой силуэт в пол, если он не романтичный, если он ровный, особенно в глубоких тонах, он сразу дает такой драматичный тадам эффект. Это тот эффект, который нам нужен, причем очень минималистичный. Поэтому дубленки макси, пальто макси, вообще с одним изделием верхней группы, то есть пальто, дубленки, пуховики макси, вы никогда не ошибетесь. У вас, если одно такое изделие будет, вы потом так часто будете им спасаться с длинными платьями, юбками и джинсами, что вы даже просто сами себе не поверите. Поэтому вот еще какое-то изделие макси может быть, или наоборот, какая-то укороченная дубленка, чтобы поработать интересно даже на улице с пропорциями, где у нас есть опять же три четверти и одна четверть. К этой макси юбке, кстати, можно в качестве низкого хода в том числе добавить ботфорты, которые будут заходить под юбку. Так что у вас будет дополнительное утепление, потому что у вас будет один материал достаточно плотной кожи заходить еще и под юбку. Еще один проверенный вариант формулы лука на каждый день, на выход, куда угодно, носибельный, классный, с сочетанием кэжуала и спорта. Это леггинсы, которые мы перекрываем объемным верхом, достаточно теплым, который перекрывается в том числе и длинным, перекрывающим паховую зону и ягодицы. У нас, опять же, интересные пропорции сразу образовываются. А внизу либо каблук, либо низкий ход. Это могут быть леггинсы, заправленные в жакейские сапоги, это могут быть леггинсы, заправленные в какие-то ботильоны, леггинсы с каблуком, леггинсы с низким ходом, сверху дубленка, пальто, пуховик и какая-то структурированная сумка, потому что в таком образе очень много мягких изделий, и как раз его нужно чем-то собранным формировать. Проверенная формула лука работает, прекрасно выглядит. Это у нас спортивный костюм с плотными джогерами и плотной худи или плотным свитшотом. К этому всему надеваем утепленную какую-то дубленку, утепленную шубу, утепленное пальто, кроссовки или грубые ботинки и структурированную сумку, потому что нагромождение таких объемных силуэтов требует чего-то, что будет его сбалансировать. Если просто в спортивном костюме вам холодно, надеваем под него термобелье. Также под любой свитшот или худи я всегда бы советовала, даже без термобелья, надевать просто футбол, который чуть-чуть приятнее к телу, чем какой-то флис на изнанке этого спортивного костюма. Еще интересный ход, который можно добавить, это под свитшот или под худи добавить водолазочку полупрозрачную, с горловиной, которая будет выглядывать и добавлять, опять же, многослойности. Если вам совсем рискован и хочется чего-то интересного к этому всему, можно поверх свитшота или вашего худи добавить гипер-оверсайз жакет, который весь образ вместе соберет. Еще один вариант очень классного теплого лука, вы надеваете длинный кардиган, к нему вы надеваете макси или миди-юбку, желательно прямого силуэта, более-менее облегающий топ, если его видно. К этому всему вы надеваете также макси-пальто или макси-шобу, и к этому всему по обуви у вас будет низкий ход или небольшой каблук. Это образ такой очень продуманный на каждый день для работы. Если у вас есть строгий дресс-код, но вам хочется надеть юбку, но просто в юбке холодно, потому что как раз под макси-юбку можно надеть прямо, ну, хоть и ритузы, и будет очень-очень тепло и будет комфортно, но в помещении их просто можно снять. Более того, чем длиннее пальто и любая верхняя одежда, тем темплее вам и меньше всего поддувает. У вас такой плащ-палатка в передвижении. И вообще макси-силуэт, я уже говорила, смотрится драматично и непривычно для глаза. Особенно в офисной обстановке все привыкли по юбкам, особенно к длине миди или длине чуть ниже середины колена. А длина макси в целом в большинстве случаев при нестроге дресс-кодах разрешена и при этом смотрится очень интересно и интригующе. И также всем девушкам, которые придерживаются принципов скромной моды, большинство луков, в том числе, которые я сегодня рассказываю, идеально подойдут. Проверенная формула лука, которая прекрасно работает. Это джинсы, я бы брала какие-то светлые. Это облегающий или прямой топ. Это укороченный пуховик и грубая обувь на низком ходу. Носибельное на каждый день, лишний раз думать не нужно. Все прекрасно сочетается. Если вы добавляете к этой формуле лука еще и какие-то, допустим, фактуры, допустим, у вас не джинсы, а кожаные брюки. Или джинсы, но слегка рваные. И топ не просто, не знаю, там, шерстяной, а махерой с каким-то вариантом фактуры. И куртка не просто куртка, а кожаный пуховик с наполнителем теплым. То вы в итоге, благодаря таким интересным работам с фактурами и цветом, получаете более завершенный интересный образ, а при этом ничего и не меняете. И учитывая, что у нас в образе пуховик, ко всем образом с пуховиками, без исключения, я бы советовала выбирать структурированную сумку, просто потому что пуховик на его фоне, мягкая сумка просто теряется. Она распластывается по пуховику и незаметно. И в целом образ выглядит не очень аккуратно. Еще одна длина Макси, которую я просто очень люблю, в исполнении платья. Если у вас есть какое-то летнее, ну, летнее не очень, да, но, допустим, платье весеннее, летящее, если у вас есть какое-то платье слип, и вы, допустим, идете на какое-то мероприятие, прекрасная возможность его носить и надеть, это вы берете это платье Макси, вы берете, допустим, даже какие-то ботфорты или сапоги, любой низкий ход, массивные какие-то ботинки грубые. Но вот ботфорты идеально зайдут, потому что они еще дополнительно будут утеплять. Сверху надеваем Макси или просто удлиненный кардиган, очень теплый. Сверху надеваем Макси пальто, пуховик, дубленку или шубу и какую-то структурированную сумку или клатч. В итоге получаем женственный, теплый, лаконичный образ, в рамках которого потом, интересно, можно присутствовать на мероприятии, вы идете, допустим, в какой-то театр. Это идеальный вариант. Кстати, для театра у меня есть такой небольшой лайфхак с использованием одной определенной пары обуви. Если вам предстоит сейчас впереди еще очень много театрального сезона и вы ищете какую-то обувь, которая будет изначально утонченной, но и в формате ботфортовой, теплой, ну, относительно по сравнению с какими-то балетками или ботильонами, то я бы посоветовала обратить внимание, это, конечно, все-таки люксовый сегмент, среди середины люксового сегмента, но все же, если вы что-то подобное рассматриваете или, может, вы просто вдохновитесь, это такие атласные ботильоны, которые можно собрать еще и в слаучи гармошку от бренда Totem со слегка квадратненьким округленным носочком. Будет выглядеть очень аккуратно в сочетании со всеми юбками и платьями, будет под них заходить и добавлять тепло образу. И последняя формула лука, очень носибельная, как и все они на самом деле, очень практичная, понятная, всем подойдет под все случаи жизни. Это макси-трикотажное платье, макси-мидии по вашему желанию, грубая обувь на массивной платформе или даже те же ботфорты на массивной платформе по типу бренда ZRO. К этому всему сумка-хобо или все-таки структурированная сумка, можно использовать и то, и другое, потому что все-таки трикотажное платье, когда немножко провисает, оно форму тела приобретает, и оно более геометричное, в отличие от какого-то спортивного костюма. И поверх этого, опять же, макси или мидии, пальто, шуба, пуховик, все, что вам нравится. Пишите в комментариях внизу, какая из формул лука вам нравится больше всего, на какой вы обратили внимание или какой, например, вы чаще всего пользуетесь. На сегодня это все. Ставьте пальцы вверх, если тема этого видео вам понравилась, если вообще идея формул лука вам заходит. И напоминаю о том, что для приобретения записей нашего трехчасового даже более трендбука, а также самого трендбука 2022 на более чем 500 страниц, можно кликнуть по ссылке под этим видео и по специальной цене до конца декабря совершить такую полезную покупку, вложение в себя на целый год. На сегодня это действительно абсолютно все. Люблю, целую. Ваша Рита. Субтитры создавал DimaTorzok